Жилищные займы в Казахстане станут доступными. Власти работают над проектом программы субсидирования ипотеки. Часть процентов по кредитам на покупку недвижимости возьмет на себя государство. В итоге казахстанцам ипотека будет обходиться дешевле. Насколько, узнаем в рубрике «Личный капитал» у Жанны Рахимжановой. Мнения звучат разные. Экономисты и эксперты в области недвижимости делают ставки. Насколько расщедрится бюджет и какими будут условия по льготной ипотеке. Это и не только. Обсудим сегодня. Добрый вечер. До 80% недвижимости во всем мире покупается на заемные средства. Главный источник финансирования – это банки. Сравним. Покупка жилья в кредит обходится американцам в 4,5% годовых. Жителям Швейцарии в два раза дешевле. Испания, Италия предлагают займы под 5%, ну а самая доступная ипотека в Чехии – меньше 2% годовых. Казахстан в этом плане своеобразный рекордсмен. Рыночные ставки доходят до 26% в год. Исправить ситуацию решили в правительстве, где сейчас работают над проектом программы субсидирования ипотеки. Государство оплатит банкам часть ставки, что снизит стоимость кредита для населения. Насколько, пока неизвестно. Но экономисты говорят, приемлемый уровень – не больше 8% годовых. Это дешевле действующих ставок почти в три раза. 6-8% в год – самая эффективная ставка для населения. Она позволит обеспечивать платежи по ипотеке. Но льготный кредит по такой ставке нельзя выдавать всем подряд. В приоритете должны быть социально уязвимые слои населения. И государство должно субсидировать жилье, стоимость которого не превысит 200 тысяч тенге за квадратный метр. Пока единственная возможность для казахстанцев выгодно решить квартирный вопрос – обратиться в Жилстройсбербанк. Ставки по кредитам от 3,5% годовых. Чтобы получить такой заем, необходимо выполнить несколько условий. Открыть депозит и три года пополнять его, пока сумма на счете не достигнет 50% от стоимости приобретаемой недвижимости. Все это время на вклад будет начисляться вознаграждение. 2% от банка и 20% – премия государства. Наши вкладчики могут оформить заем для покупки квартиры, на покупку земельного участка, на ремонт, на строительство. И также вы можете рефинансировать свой ипотечный заем в другом банке. Банк предоставляет три вида кредитов. Основной – жилищный. Ставка по нему не превышает 5% годовых. Но прежде чем его получить, заемщик должен собрать половину стоимости квартиры. Клиенты, у которых на руках уже имеется такая сумма, могут взять промежуточный заем, то есть положить накопленные деньги в банк и получить остаток под 8,5%. И последнее – предварительный кредит. Он выдается по программе развития регионов. И что примечательно, без первоначального взноса. Годовая ставка 7,5%. В Жилстройсбербанке также помогают тем, кто уже успел оформить дорогой кредит в другой финансовой организации. Выгоду рассмотрим на примере. Клиент занял у банка 7,5 миллионов тенге. Ставка 15% годовых. Ежемесячный платеж – больше 100 тысяч тенге. За 15 лет только переплата по кредиту достигнет 9,5 миллионов. То есть процентов набежит больше основного долга. Сделать его дешевле можно, открыв депозит в Жилстройсбербанке. Раз в месяц вносить 93 тысяч тенге и получать за это вознаграждение. Через три года Жилстрой поможет закрыть кредит в другом банке и выдаст заемщику новый под 5% годовых. Ежемесячный платеж снизится почти в два раза, а переплата составит всего 600 тысяч тенге. В итоге клиент сэкономит 9 миллионов. Ваш заем, который вы взяли в другом банке, он должен быть ипотечным. Чтобы рефинансировать свой заем, вы должны также открыть в нашем банке депозит. Депозит у нас открывается минимально на 3 года, максимально на 15 лет. И за это время вы должны накопить 50%, выполнить требования банка и вы можете погасить свой заем. На сегодняшний день Жилстройсбербанк выдал кредитов почти на 300 миллиардов тенге и осуществил мечту свыше 100 тысяч казахстанцев о собственной крыше над головой. Наиболее востребованным среди клиентов оказался жилищный заем по 3,5% годовых. Его оформил каждый третий клиент банка. У меня на этом все. Наталья.